Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Надеюсь, меня видно и слышно хорошо. Сейчас попробую еще вкрутить наушник, и будет слышно еще лучше. Да, доброе утро из Иерусалима. Мы продолжаем изучать Тору. И, значит, надеюсь, что меня видно и слышно хорошо. Хорошо. Значит, сегодня мы находимся в Шавотове. Прежде всего, всем хорошей недели, прекрасной недели. И мы сейчас начинаем новую недельную главу, которая называется Беар, на горе. Беар. И, значит, у нас сегодня 7 яра, 22 день омера. Мы уже 22 дня считали от Песоха, и нам осталось до Шавота, до Дарования Торы, нам осталось 27 дней. Очень удобно считать. То есть ты всегда знаешь, где ты находишься. Очень удобно, да, когда вот эти 49 дней, 7 раз по 7 дней. 7 циклов по 7 недель. О, 7 недель, значит, это по 7 дней, 49 дней. Удобно считать. Хорошо. Да, всем доброго утра. Значит, первая книга, которую мы изучаем, это «А Йом-Йом». Сегодня день. Это советую, которую книгу составила Любая Чистя Рэбе. И вот он каждый день какой-то давал такой вот акцент, да, на этот день. Потому что каждый день, в принципе, уникальный, неповторимый. И хотя мы рассматриваем сегодняшний день, это 22-й день от омера, и осталось 27 дней до следующего важного события. То есть, с одной стороны, важен вот этот ракурс, когда ты видишь какой-то отрезок времени. Как и есть Мишна в Тертевоте, в третьей главе сказал Рабе Акавья бен Меалалель. Он сказал, что посмотри на три вещи, и ты никогда не придешь к греху. Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем ты в будущем будешь держать Дин Вахишбон. Суд и расчет за свои действия. И этот ракурс, в принципе, очень важен. Но, с одной стороны, это такая как стратегия, ракурс, видение. Но, с другой стороны, по факту, есть только один день. И вот этот один день, а йом-йом, сегодня день, то, как ты его проживешь, на сегодня это есть вся твоя жизнь. То есть, все, что у тебя есть сегодня, это твой сегодняшний день. И, я думаю, поэтому книга называется Айом-йом. Сегодня он нам, Рабе, дал совет о том, как одевать талит-гадоль. Вот ты, значит, есть заповедь такая, будет у вас кисти-цицид на углах одежды, вот эти вот кисти-цицид. И будет в ней тильт-хэлот, будет голубая нить. Сейчас некоторые носят голубую нить, некоторые не носят. Есть сомнения насчет того, знаем ли мы точно сегодня, что такое голубая нить. И будешь смотреть на эти кисти-цицид, ты будешь вспоминать все заповеди Бога, ты будешь блуждать лековым сердцем и глазами. Есть одежда, которая называется маленький, маленький талит, это которая одевается под рубашку, и на ней эти кисти-цицид. Если это одежда шерстяная и кисть шерстяная, то ты выполняешь заповедь истории, носи кисти-цицид. Теперь есть, во время молитвы одевают, это называется талит-гадоль. Это большой такой шерстяной талит, он уже обязательно всегда шерстяной. Я ни разу не видел, чтобы он был не шерстяной, и кисти на нем шерстяные. И те, кто одевают большой талит, они выполняют вот эту заповедь цицид, прямо полностью, вот заповедь истории. Надо это знать. Рэбе говорит, когда ты закутываешься в этот талит, ты его одеваешь, да, ты его одеваешь, этот талит закутываешься в него, он говорит, что нужно, нет необходимости покрывать голову и лицо до губ, а достаточно покрыть глаза. То есть, как бы мы сейчас не будем вдаваться в эту тонкость этого, да, но именно сам метод, сам подход. Когда ты выполняешь заповедь истории, ты можешь ее выполнить просто как на автомате, даже не заметен, как ты это делаешь. Потому что те, кто молятся каждое утро и каждое утро одевают талит-гадоль, они, в принципе, перестают придавать этому такое глубокое значение и внимание. Но если ты вспомнишь об этом и будешь именно думать, куда, до какого размера ты закутаешься этим талитом, там, до глаз или до... То есть, это все включает осознанность и когда ты выполняешь заповедь и ты в ней находишься, то это, конечно, совсем другая заповедь и совсем другой эффект и совсем другое воздействие, чем если ты это делаешь, а думаешь в это время о чем-то другом. Теперь дальше. Дальше он продолжает, что существует обычае, это именно обычае существует только в Хабаде. В дни счета Омера изучат талмудический трактат, который называется Сота, по одному листу в день, кроме остальных регулярных занятий. Значит, 49 дней в трактате Сота 49 листов Талмуда. И в Хабаде есть обычае изучать каждый день один лист. Каждый год они изучают этот один лист. Я никогда не изучал трактат Сота, и поэтому не могу сказать, что в нем есть такого именно связанного со счетом Омера, кроме того, что это 49 листов и 49 дней. Но сама эта тема Сота, она, Сота это закон о женщине в Торе, которую муж подозревает в супружеской измене. И он ее, когда подразумевает в супружеской измене, то он идет к Коину, он ее предупреждает, чтобы она не уединялась с мужчинами, или с мужчиной, которого не уединялась с ним, не была с ним в закрытом помещении. Но если она все-таки нарушает этот закон, то он тогда с ней вместе идет, значит, к Коину, и пишется имя Всевышнего на специальном свитке, потом это сжигается, зола смешивается с водой, она это пьет, и если она изменяла ему, то она умирает на месте. Если она не изменяла ему, написано будет на нее благословение, и у нее будет благословение на ее потомство. То есть, если она была бездетная, то она может родить, если она была с детьми, то дети будут здоровые и красивые. В общем, там целая система. Значит, Перти вот все изучают, но здесь я как раз про Сатух вспомнил. Надо будет спросить у тех, кто изучали этот трактат, какая связь все-таки есть между Омером и вот этим вот трактатом. Ну, в Хабаде изучают этот трактат. Хорошо, теперь, значит, мы, Рэббинам дал таких два акцента на это время, на этот день. Как сделать день более полным и насыщенным? Потому что каждый твой день – это мини-жизнь. И если этот день ты прожил, вот как ты проживаешь сегодняшний день, так ты проживаешь свою жизнь. И это повод задуматься, да, как наполнить больше торой, больше осознанности, больше заповедей. То есть, это все как раз нам задуматься надо. Теперь дальше. Книга «Обретение неба на земле». Она идет… Сегодня нам такой идет совет. Значит, начинается с того, что все, что происходит, идет от Бога. То есть, все, что в этом мире происходит, это идет от Бога. И почему? Потому что Бог творец, создатель, и вся энергия в этом мире, все законы в этом мире, все, что в этом мире происходит, это его проявление. Теперь, значит… А Бог – это добро. Мы знаем, что Бог – это добро, это то, что мы точно знаем. Теперь получается. Но если вы и ваш мир не готовы получить такое добро, оно может представиться вам злом. Потрудитесь над тем, чтобы разглядеть добро. Думайте в позитивном направлении, добро откроется вам. Давайте переведем это на простой язык. Вот, например, берем мы Владу Тивуму, да, например, просто первое, что мне увиделось, да, ее комментарии. Вот и Владу, например, кто-то начинает Владу заставлять тренироваться. Он Владе говорит, Влада, ты должна тренироваться, давай, значит… Он ее берет и он ее, значит, заставляет бегать, и потом ее в холодную воду бросил, потом в сауну, потом в холодную воду, потом штангу на нее нагрузил. Влада не хочет, потому что Влада любит отдыхать, например. Но по факту тот, кто ее заставляет тренироваться, он же ей делает добро, то есть через месяц тренировок Влада будет крепкая, сильная, гибкая, здоровая, энергичная. У него там будут хорошие все анализы и так далее. То есть, ну, это я привел простой пример, чтобы мы поняли, как даже то, что нам кажется злом, по факту, если мы вдумаемся, углубимся и поймем, что от Бога не может идти зла, то в этот момент у нас будет тогда, нам откроется, какое в этом есть добро. В какой-то ситуации, которая, например, вот, ну, здесь очень тоже простой совет, нам дают Тора, что если какие-то есть страдания, то человек должен и пошлешь бы по сам. Он должен проверить свои дела, он должен заглянуть в себя. Да. И потом Стивен Кови, тоже такой великий психолог, он это открыл, что такое проактивность, что все, что в мире происходит, это должно стимулировать тебя на изменения изнутри. То есть все, что в мире происходит, должно тебе давать материал для того, чтобы ты понял, что если тебе плохо, то что-то тебе надо в себе подкрутить, подпилить, подисправить. То есть, потому что Бог это добро, он, если бы он хотел уничтожить мир, он бы его уничтожил, но он хочет, чтобы люди жили, чтобы люди хорошо жили, чтобы любили друг друга, чтобы женились, рожали детей, радовали жизни и прославляли Всевышнего, благодарили его за то, что получают, потому что, в принципе, человек, он первых 10 лет получает, он вообще никого не благодарит. А он вообще живет с детства просто потому, что над ним, можно сказать, Всевышний и люди вокруг его жалеют, потому что маленький ребенок, никакой от него пользы нет. То есть он просто потребитель такой конкретный, первых 5-10 лет, он просто потребитель настоящий, но он никого не благодарит. И дальше некоторые люди продолжают жить в этой концепции, что мир мне должен, а я нет. И им тогда плохо, потому что мир им дает все меньше, меньше и меньше, а человек страдает все больше и больше. Но если человек переходит на концепцию не потребителя, а того, кто дает и благодарит, тогда у него жизнь становится все лучше и лучше. Потому что он, с одной стороны, благодарит, я сейчас сижу, смотрю, цветочек такой, да, посмотрите, какой красивый цветочек. Вот просто красота, вот такой вот цветочек. То есть я бы мог просто, ну цветочек тут стоит, а я могу сказать, спасибо Всевышнему, что такой красивый цветочек он создал, я могу сейчас на него любоваться. Я когда на него полюбуюсь, реально эта красота невероятная. То есть все там картины мира, все искусство мира не сравнится по красоте с одним цветочком, который я наблюдаю. Если я пойму, что Всевышний создал этот цветочек для меня, и я этот цветочек вот так вот именно поблагодарю Всевышнего, то тогда мне откроется вслед за этим цветочком вдруг весь мир превратится в множество объектов природной красоты, которую Всевышний создал для меня. А я их до этого, может, момента и не замечал даже, да. И может быть я теперь начну получать невероятное эстетическое удовольствие вот просто от наблюдения за объектами вокруг меня, которых много. Воздух, как я говорил уже, вчера я рассказывал, выступал на одном семинаре в Израиле по Торе. Я рассказывал историю, как один человек, который в начале пандемии коронавируса, он попал в Италии в больницу. И он две недели там пролежал на этом ИВЛ, искусственная вентиляция легких аппарат, и когда через две недели его спасли, ему дали счет 20 тысяч евро, а у него не было страховки, и денег не было. И он, как увидел этот счет, он очень обрадовался и говорит, вы знаете, я не думал, что такой богатый человек, я всего лишь за две недели надышал на 20 тысяч евро, а я до этого всю жизнь дышал и не знал, что это столько стоит. Я столько надышал, говорит, на миллионы долларов я надышал в своей жизни и не знал, что это столько стоит. Получается, что человек дышит, человек живет, и он не замечает вот этой благодарности. В общем, это как раз был комментарий на вот этот совет, что все, что происходит, идет от Бога, а Бог это только добро. Но если вы и ваш мир не готовы получить такое добро, оно может представиться вам злом. Потрудитесь над тем, чтобы разглядеть добро, думайте в позитивном направлении, и добро откроется вам. То есть вы покрутите ситуацию, посмотрите, да, мне сейчас плохо, например, думает человек, мне вот, ну, плохо мне вообще. Но какой в этом позитив? А позитив в этом, что теперь у меня есть мотивация что-то менять в своей жизни, у меня есть мотивация посмотреть на вещи и на жизнь по-другому. У меня есть в данный момент плохо, это самая большая мотивация что-то менять. Хорошо, когда человек, он ничего менять не будет, да? Но долго ли ему продлиться хорошо? Вот этот вопрос. Потому что когда тебе все время хорошо, ты все равно ищешь что-то новое, еще что-то, еще что-то. Мало людей я видел, которые бы сказали, все, у меня все хорошо, мне ничего не надо. Нет. Обязательно что-то надо, обязательно что-то еще надо. Хорошо. Хорошо. Теперь, значит, глава, недельная глава начинается у нас в Б.А.Р на горе. И сказал Бог Моше Б.А.Р Синай Ле Мон. И сказал Бог Моше на горе Синай, говоря ему. Значит, он ему сказал, именно на горе Синай, дал ему заповедь, какую, сейчас мы узнаем, какую заповедь он дал. Говори сынам Израиля и скажи им. Итого, когда вы придете в землю, которую я даю вам, шабта, вешабта, аарет шаббат ляшен. И земля тоже должна соблюдать шаббат для Бога. Как земля может соблюдать шаббат для Бога, субботу для Бога? Шэш шаним киздра садеха. Шесть лет сей свое поле. И шесть, значит, шесть лет насаждай свой виноград. И собирай урожай. А на седьмой год, вот сейчас идет седьмой год как раз, да, называется год шмиты. А на седьмой год шаббат, шаббатон и еля арет. Значит, суббота, суббота будет для земли. Шаббат ляшен, суббота для Бога. То есть земля тоже должна отдыхать. Садехо лотизраб, поле не засевай. Векармехо лотизмор. И виноградник свой не прививай, не сади виноградник. Значит, заповедь о седьмом годе, угоди шмиты. Значит, и поля, и виноградники нельзя засевать, нельзя обрабатывать. То есть это год, когда земля должна отдыхать. Седьмой год. Это сфех кцереха лотикцор. И даже ты не можешь срезать то, что само выросло. И, значит, без всяких, чтобы фокусов было, земля должна отдыхать. Шаббат, шаббатон для Бога. Седьмой год земля отдыхает. Так сказал Бог прямо Мушерабену на горе Синаи, сказал Бог. Значит, и будет суббота земли. И пусть это будет бах для еды. Тебе и рабу твоему, и рабыне твоей, и работнику твоему, и пришельцу твоему. То есть все, что растет на земле, заходи, бери. Все это свободно. Ну, то есть все равны. Заходи в любой сад, срывай яблоки. Значит, арбузы рви. В общем, виноград. Все в этот год принадлежит всем. Представляете? Такая свобода. Сейчас мы узнаем, тут вообще это седьмой год очень интересный. И зверю там твоему, всем, всем, в общем, все свободно. Теперь, и сосчитай себе семь суббот. И 49 лет, когда пройдет. Семь раз по семь лет. Вот мне как раз 49 лет исполнилось. Сейчас я захожу в 50-й год. И как называется 50-й год, знаете? Значит, когда протрубишь, что вот наступил 50-й год, значит, трубите в шафар по всей земле. И что? И осветите 50-й год. Освятите 50-й год. Назовите ее дрор. Дрор – это свобода. Свобода на земле. Все, кто жили в ней. Йовль. Йовль – это вот слово юбилей. Идет вот от этого как раз слова в Торе. Йовель. Значит, это будет юбилей. И будет она вам, значит, вернется каждый человек к своему наделу земельному. И каждый человек вернется к своей семье. Что имеется в виду? Значит, все рабы освобождались. Все возвращались из земля. Вот, например, был у меня урожай. Был у меня какой-то участок. Например, квартира в Харькове, где я родился. Значит, родился я в Харькове. В улице Зернова, дом 6, дом 6, квартира 39. Родился я 50 лет назад. И квартира эта была, принадлежала моим родителям, моей семье. Теперь, значит, прошло 50... Они квартиру эту продали. Значит, все. Но на 50-й год, если бы это дело было в Израиле, на 50-й год все знают, что нужно вернуть квартиру владельцу. Землю, вернее, землю, там, удел земли. И все возвращается. То есть, квартиру продавали на 50 лет. Кстати, интересно, сейчас тоже есть такой договор аренды на 49 лет. Это, видно, перешло из сторы, перешло в какую-то юридическую плоскость. Потому что сейчас тоже большие такие длинные договоры аренды заключают на 49 лет. А через 49 лет возвращается опять хозяин. Имущество это, да? Очень интересно. Значит, 50-й год ювелирный называется годом свободы. Я сейчас думаю, прям у меня уже, я думаю, два дня, два-три дня, думаю, что же мне, где же эта свобода-то, да? Как же мне освободиться? Вот прям написано 13-й отрывок. В год юбилейный, это, да? Ташву-иш-эляху-зато. Вернется человек к своему наделу. Значит, возвратиться человек к своему наделу, то есть все должно как-то обнулиться, все должно как-то освободиться, все должно каким-то образом вернуться. Каким непонятно, потому что человек живет, живет все время в автоматизме в таком, да? То есть вчерашний день определяет завтрашний. И вот ты живешь, живешь, живешь. А хочется какого-то получить, какой-то такой вот новый прорыв, новую свободу. Все, дорогие друзья. Значит, я желаю всем свободы. Свободы, чтобы была у всех прямо свобода, освобождение, радость, счастье, успехи, шаботов, ходы, штоф. И значит, чтобы у всех было все хорошо, все счастливо, удачи, успехов, до завтра.